Кадры ракетных ударов по Крымскому мосту облетели весь интернет. Наверняка вы их тоже видели. Особенно многих поразило количество дыма на этом самом мосту. Правда, дым этот был не от ракетных ударов, а, собственно, это такой маскировочный дым, который использовала российская сторона. Мы раньше видели Крымский мост в дыму без всяких ударов, когда были учения, на которых этот самый дым распыляли. Но это первая атака ракет по Крымскому мосту в этой войне. И на самом деле есть ощущение, что не совсем атака. Ну, то есть, есть четкое ощущение у меня, по крайней мере, хотя скорее предположение, давайте на этом остановимся, что эта атака, это совсем не то, чем она кажется. Это не попытка нанести удары по Крымскому мосту. Это нечто другое. И что именно, мы обсудим с вами сегодня. А также обсудим в целом Крымский мост, какую роль он играет в этой войне, и почему он становится целью для все большего количества атак со стороны ВСУ. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, все это помогает продвигать видео, а также поддерживайте канал на Патреоне и с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке, прямо под видео. Собственно, атак на Крымский мост вчера было две с половиной. Почему с половиной, почему две? Сначала было пущено несколько ракет. В 12.30 движение по Крымскому мосту было перекрыто, затем снова открыто, а затем в 14.40 снова закрыто, потому что летела еще одна ракета. Более того, ночью также сообщалось о каких-то атаках беспилотников, воздушных беспилотников, но опять же непонятно, летали ли они на Крымский мост или по другим объектам в Крыму. Собственно, что в этой атаке примечательного? Во-первых, это первая ракетная атака. Россия заявляет, что использовались для этой ракетной атаки ракеты С-200, комплекса С-200. Вообще, С-200 это система ПВО, то есть ракеты, которые она выпускает, используется для того, чтобы ликвидировать воздушные цели. Однако, в этой войне и Россия, и Украина уже использовали воздушные комплексы для того, чтобы бить по наземным целям. И С-200, и С-300 используются для этого. Украина использует С-200, Россия использует С-300. Как это происходит? Ну, переделывают и сами ракеты, и сам комплекс для того, чтобы вести огонь именно по наземным целям. Это довольно сложная процедура, трудоемкая, тем не менее, действительно можно добиться того, чтобы комплексы ПВО отрабатывали по наземным целям. В чем минусы такой переделки? Дело в том, что, во-первых, сильно уменьшается возможность для прицеливания. Ну, то есть, не совсем так. В общем, эти ракеты не очень точные. То есть, когда их используют, это совершенно не тот же уровень попадания, что при калибрах или при Storm Shadow. Поскольку ракета для этого изначально не предназначена, и комплекс для этого не предназначен, то там разброс довольно-таки большой. Поэтому вести прицельный огонь из этих комплексов довольно проблематично. Опять же, в очередной раз подчеркну, что я не являюсь военным экспертом, и нюансы могут различаться. Но, по крайней мере, та информация, которая дают военные аналитики, позволяет предположить, что действительно использование таких комплексов для прицельных ударов по конкретному объекту – это вещь довольно рисковая. Хотя, ну, если сравнивать с той же точкой У, то, возможно, плюс-минус разброс похожий. Поэтому это не высокоточное оружие. По крайней мере, его сложно таким считать. Потому что, ну, опять же, оно не предназначено изначально для того, чтобы наносить удары по наземным целям. Оно предназначено для того, чтобы сбивать цели воздушные. Однако, сам факт применения ракет по Крымскому мосту – это довольно беспрецедентная в этой войне вещь. Как вы помните, когда был первый взрыв на Крымском мосту, когда вот взорвалась фура, которая по нему ехала, тогда, ну, первоначально многие предположили даже, что Украине дали АТКМС. То есть, достаточно дальнобойные ракеты производства Соединенных Штатов. Потому что, ну, никто до конца не понимал, как именно Украина могла нанести этот удар на такое дальнее расстояние. Однако, потом выяснилось, что это все-таки была фура, а не ракета. Поэтому вопрос с ракетами отпал. Второй удар по Крымскому мосту, который был в июле, был нанесен не с помощью ракет, но с помощью надводных дронов. Ну, то есть, как они называются, безэкипажные катера, которые, собственно, плывут, 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 плывут и взрываются. Кстати, интересно, если сюда не плавают, доходят, то относится ли это к морским дронам? Пишите ваше мнение в комментариях. Ну, в общем, в итоге мы видим, что Украина теперь может бить ракетами по Крымскому мосту. Если она может бить по нему с помощью С-200 переделанных, если это действительно так, то значит, она вполне себе может применять и Штормшедоу, и Скальпы, и Таурусы, которые, возможно, в ближайшее время передаст Германия. Ну, то есть, как передаст в ближайшее время? Германия опять говорит, что мы точно не будем передавать, мы не хотим эскалации и прочее, но все это мы уже проходили много-много раз, поэтому, скорее всего, в какой-то момент Таурусы тоже окажутся у ВСУ. Это несколько меняет положение дел для России, для Крымского моста в частности, потому что, ну, как они борются с теми... Они всегда борются с атаками, которые были. Ну, то есть, когда, значит, взорвалась фура, они перестали пускать фуры, или после тщательного осмотра. Когда взорвались морские дроны, надводные катера, они поставили боновые заграждения. Хотя о том, что имеет смысл поставить боновые заграждения, говорили задолго до того, как был нанесен удар морскими дронами. Теперь, когда в уравнении появляются ракеты, запускаемые Украиной, это значит, нужно подстраиваться под это и снова переделывать оборону. По крайней мере, учитывать то, что теперь Украина может бить и ракетами. На самом деле, самым страшным для России сценарием будет использование комбинированного удара, когда будут использоваться и морские дроны, и ракеты, и обычные дроны. Ну, то есть, дроны, которые летают по воздуху. В этих условиях будет довольно сложно понять, откуда что бьет и как с этим бороться. Но удар, который мы видели в минувшую субботу, мне кажется, был не совсем ударом. Ну, то есть, как? Это были ракеты, их действительно запустили, они действительно летели. Скорее всего, это действительно были С-200, а не какие-нибудь Шторм Шэдоу, потому что Шторм Шэдоу, скорее всего, доставили бы большее количество проблем для российской стороны. Но посмотрите, что в этой атаке не очень характерно. Первое, это время, когда идет атака. Это день, это середина дня. Ну, то есть, все предыдущие атаки, которые мы видели, они были ночью. Во-первых, потому что ночью сильно меньше гражданских, а во-вторых, потому что ночью сложнее визуально заметить приближающиеся дроны, ракеты и что угодно еще. Здесь же удар наносился днем, что довольно нетипично. Более того, удар наносился ракетами, которые, мягко скажем, имеют свойство отклоняться, причем зачастую довольно серьезно. Эти соображения наводят меня на мысль, которая стыкуется со всем предыдущим, что мы видели. Задача была не поразить Крымский мост. Задача была выявить российскую систему обороны, посмотреть, могут ли долетать ракеты, и что Россия будет делать в такой ситуации. То есть, на мой взгляд, это был разведывательный удар. Во-первых, выявить систему ПВО, потому что это одна из важнейших задач, потому что ПВО это, собственно, то самое, что мешает наносить удары. Поэтому выявить систему ПВО это первостепенная задача, потому что потом можно будет ударить уже непосредственно по системам ПВО. Именно поэтому и в Украине, и в России всех просят, и даже грозят уголовным преследованием, в случае, если люди будут фиксировать на фото и видео, где расположена система ПВО, или будут снимать их работу. Потому что расположение системы ПВО – это тайна военная, большая военная тайна. Потому что, когда противник знает, где находится система ПВО, он может осуществить некоторое количество действий для того, чтобы это ПВО ликвидировать. Лишаясь ПВО, страна лишается контроля над небом. В случае Украины это критичнее, потому что у России в этой войне есть преимущество по ракетам. У России есть дальнобойные ракеты. У России есть ракеты, которые могут наносить цели вглубь Украины, чего нет у Украины. Украина не может наносить ракетами удары по целям в глубоком российском тылу, который находится на территории России. Поэтому для этого используются дроны. Второе – это посмотреть, как именно будет Россия действовать. То есть, какой порядок и протокол обороны у России. И все это было выявлено, на мой взгляд. То есть, теперь примерно понятно, откуда запускается российское ПВО. Потому что фото и видео все равно появились, видна траектория. Примерно уже геолоцировали, где находится российское ПВО. А второе – виден протокол, который задействует Россия в случае такой атаки. Те самые дымы, которые все наблюдали, и в которых был Крымский мост, из-за которых многие полагали, что есть большое количество прилетов, потому что нет дыма без огня, как говорится. Эта поговорка меня всегда бесила, потому что дым без огня бывает достаточно часто. Особенно если мы говорим про войну или про что-нибудь такое. Дым – это буквально одно из средств маскировки. Ну, в общем, неважно, какие у меня взаимоотношения с поговорками. Суть заключается в том, что многие приняли вот эти большие дымовые завесы за места прилетов. Правда, было и странное. Ну, то есть, в этом дыму, если присмотреться, то вот идет с пушняком белый-белый-белый-белый дым, а потом идут какие-то черные столпы дыма, что довольно странно. То есть, при дымовой завесе такого быть не должно. То есть, возможно, это какие-то осколки ракеты, какие-то части ракеты, которые были сбиты. Потому что ракета, когда сбивается в воздухе, она зачастую не исчезает бесследно. Все зависит, конечно, от высоты и от типа ракеты, но в случае сбития есть осколки, которые падают на землю. И, возможно, именно с этим были связаны эти черные столпы дыма. Короче говоря, Россия задействовала весь свой протокол безопасности. Теперь украинская сторона понимает, что будет делать Россия, как будет делать Россия и где у нее находится ПВО. То есть, мое предположение, что это были удары для разведки. То есть, Украина начала понимать, что она добивает ракетами до этого места, что она может их использовать для поражения Крымского моста. И захотела выявить, какие для этого есть препятствия и как с этими препятствиями работать. Теперь давайте чуть подробнее про Крымский мост. Многие себе вообще не очень правильно представляют, как это на войне работает. Ну, я это увидел еще на этапе Антоновского моста. Помните, когда ВСУ убили хаймерсами по Антоновскому мосту? И многие предполагали, что скоро Антоновский мост будет разрушен. Это не так. Ну, это не работает. Все большие сооружения, крепкие сооружения, которые построены, вот мосты, еще подобные этому, они не могут быть уничтожены ракетами. Потому что ракета не несет достаточного количества заряда для того, чтобы полностью уничтожить мост. Можно попробовать уничтожить пролет. Хотя ракета, которая уничтожит пролет, это, ну, я не знаю, что это должно быть. Это должно быть что-нибудь очень мощное, ничего так сходу в голову не приходит. Поэтому, когда мы видим атаки по мостам ракетами, мы видим не взрыв пролетов, мы видим дырки, собственно, от прилетов. То есть это было и на Антоновском мосту так, и на Чингарском мосту, и на многих других. То есть мощностей у ракеты для того, чтобы уничтожить мост или даже пролет, недостаточно. Однако это все равно имеет военный смысл. Дело в том, что нанесение ударов ракетами по мосту нарушает целостность конструкции. И в итоге вы не можете мост использовать или можете на свой страх и риск с большим шансом, что мост обвалится для большегрузов и для военной техники. Собственно, основная задача Украины не уничтожить Крымский мост. Основная задача Украины сделать так, чтобы по Крымскому мосту не могла проезжать военная техника и не могли проезжать грузовики. И вообще, что такое Крымский мост? Для многих Крымский мост это символ российской оккупации. Россия с 2014 года оккупирует Крым, украинскую территорию. И Крымский мост, который был построен, как раз был нужен России для того, чтобы наладить снабжение Крыма. На тот период, когда он строился, это заявлялось как на налаживание гражданского снабжения. Сейчас же Крымский мост это основная артерия для того, чтобы подвозить боеприпасы, для того, чтобы подвозить личный состав, для того, чтобы подвозить военную технику из России на оккупированную территорию. То есть на территорию Крыма и оттуда дальше на другие оккупированные России территории. Крымский мост состоит из двух мостов по факту. Это автомобильный мост и железнодорожный мост. Многие военные грузы перевозятся через железнодорожный мост. Многие через автомобильный мост. В том числе после ударов 17 июля по Крымскому мосту больше не ездят грузовики. Грузовики переправляются другими способами. Например, тот самый Оленигорский горняк. Боевой десантный корабль, который был поражен морскими дронами ВСУ, занимался не тем, что высаживал десант, а занимался тем, что перевозил грузовики на другую сторону, в обход моста. Также есть сухопутный коридор, который используется в том числе и для поставок, и для объезда. Ну, то есть, оккупированная территория, оккупированная Россия территория по суше. Это довольно большой объезд, не критично большой, но, собственно, перерезание этого сухопутного коридора и является целью ВСУ в нынешнем наступлении. И, собственно, ВСУ медленно, но верно продвигается вперед. Собственно, уже есть, так сказать, некоторые истеричные нотки, особенно сегодня, когда взяли урожайное, но об этом поговорим мы в следующем видео с вами. И поэтому тот путь снабжения не является основным и приоритетным. Основным является Крымский автомобильный мост и железнодорожный мост, по которому осуществляется снабжение. То есть, это логистический, в первую очередь, объект. Да, у него много всяких смыслов. У него политический смысл. У него смысл с точки зрения того, что происходит в головах людей. Но основной, с точки зрения войны, смысл – это как раз перевозка грузов, перевозка боекомплектов и перевозка военной техники. Поэтому задача ВСУ – не уничтожить этот мост, что невозможно. Это нельзя сделать ракетами. Это можно сделать либо большим-большим взрывом на месте, как это было первый раз, когда был взрыв на Крымском мосту, когда была просто фура, начиненная взрывчаткой. Для того, чтобы уничтожить мост или хотя бы пролет, нужен к нему доступ либо непосредственный, либо авиационный. Ну, то есть, чтобы скидывать бомбы. Потому что бомбардировщики могут скидывать бомбы большой мощности. Но, опять же, даже если мы возьмем какие-нибудь там модифицированные бомбы, там, с джейдамами или у России есть свой аналог, то это 30-40 километров. То есть, нужна сильная близость к мосту для того, чтобы нанести ему существенный урон, который может привести к уничтожению полотна или к уничтожению даже непосредственно моста. То есть, не только пролета, но и какой-нибудь его опоры. Однако, стрельба по мосту нарушает его конструкцию и не позволяет использовать его для того, чтобы перевозить грузы. Поэтому каждый раз, когда происходит взрыв на Крымском мосту, Россия на несколько месяцев закрывает его для больших грузов, иногда и для легковых автомобилей, делая там полусу реверсивного движения или что-нибудь такое. В общем, каждый такой удар, каждый удар, который достиг своей цели, каждый взрыв, он в итоге приводит к тому, что на несколько месяцев Россия лишается основной своей артерии. Поэтому бить по Крымскому мосту надо регулярно, и чтобы это не зависело от какой-нибудь случайности. И в этом случае ракеты это наиболее надежный способ. Гораздо надежнее, чем морские дроны, гораздо надежнее, чем большие гигантские операции, специальные в рамках которых можно фуру с взрывчаткой загнать на Крымский мост. И именно для этого, на мой взгляд, Украина проводит разведку собственных сил. Потому что, если вы посмотрите на весь август, мы видим целую плеяду атак Украины, которые связаны с нарушением российской логистики. Это как и атаки ракетами по складам с боеприпасами, находящимся в том числе на территории Крыма, атаки беспилотниками, атаки морскими беспилотниками, которые идут и по Крымскому мосту, и по российским кораблям, такие как вот этот вот БДК, на Ленигорский горняк, и по российским танкерам, такой как танкер СИК, который перевозил топливо. То есть Украина активно отрезает российскую группировку от поставок. Почему она это делает? Потому что война, которая сейчас идет вот там, где украинское наступление, это война на истощение. Первая неделя украинского наступления, может быть первые две, тогда еще тестировалась версия, что можно попробовать взять на храпом. Что просто Украина пойдет резко вперед, Россия, значит, побросает свои всевозможные линии обороны и убежит вглубь. Этого не случилось. Россия копалась за месяцы, за долгие месяцы, пока Запад согласовывал там свою помощь, согласовывал танки и все прочее, Россия серьезно копалась в Запорожской области. Поэтому этот план был признан нерабочим, и Украина перешла к другой тактике, а именно растягивать российские войска и истощать российские войска. Эта тактика дает плоды. У России действительно большие проблемы, как с личным составом, так и с боеприпасами, о чем они регулярно сообщают. И для того, чтобы усилить эти проблемы, нужно отрезать логистические маршруты. Нужно сделать так, чтобы по этим логистическим маршрутам не могла перемещаться российская техника и российские грузы. Сухопутный коридор, часть его под огневым контролем ВСУ, то есть туда могут прилетать ракеты, как, например, Штуршеду прилетали в Бердянск, когда убили российского генерала. И поэтому, значит, отрезав еще и Крымский мост, тем или иным способом Россия лишится возможности беспрепятственного пополнения собственной группировки. К чему я в итоге веду? Я веду к тому, что эти ракетные обстрелы – это лишь начало. Это на самом деле проба пера с точки зрения того, насколько ракеты долетают и что именно будет делать Россия. Насколько эффективны эти дымы? Это, кстати, вопрос, который меня интересует, потому что в моем представлении дым против ракет не очень эффективен, потому что оптическое наведение в большей степени используется в воздушных дронах. Я как раз вчера спросил в Твиттере у людей, кто-то начал писать про то, что это мешает инфракрасному наведению, хотя как с дымом это работает не до конца понимаю. Кто-то говорит, что у некоторых ракет есть действительно оптическое донаведение. В общем, опять же, я небольшой в этом специалист, поэтому не буду ссылаться. Но в основном, мне кажется, дымы – это как раз такая противодроновая мера, потому что с дымами дронам тяжелее, хотя есть и дроны, которые тоже наводятся по координатам. В целом, использование GPS, что используют и дроны, и ракеты, оно должно подавляться с помощью РЭБа, ну, то есть он должен давить сигнал GPS для того, чтобы ракеты и дроны сбивались с курса. И, видимо, дым – это такой способ перекрыть еще и оптический канал. В любом случае, я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще удары по Крымскому мосту, которые будут проходить уже в более классическое время суток, ну, то есть, которые будут по ночам, и которые будут, на мой взгляд, комбинированные. По крайней мере, комбинированные удары представляются как наиболее эффективный способ. То есть, это морские дроны, воздушные дроны и ракеты. Все это запущенное вместе, российская сторона не знает, на что именно отвлекаться, и в итоге это достигнет своей цели. Есть еще один момент. Чем больше разнообразных способов нанесения удара, тем сложнее тем, кто обороняется. Почему? Потому что, если вы привыкли к тому, что только вам от летающих дронов надо обороняться, это один протокол. Если только от морских, это другой протокол. Если от ракет, то третий. И вот в момент атаки, когда много вариаций ударов по вам, вы должны понять, по какому протоколу вам действовать. А если это удар комбинированный, то есть, когда это и дроны, и ракеты, и морские дроны, то здесь многие могут серьезно растеряться. Ну, давайте еще поговорим и про сам Крым. И вообще, мне кажется, это важная история, потому что мы видим, собственно, записи, в которых вот эти отдыхающие в Крыму, они вот это все фиксируют, поражаются тому, что происходит на Крымском мосту и прочее. Дорогие друзья, независимо от вашей позиции, типа, считаете ли вы войну России преступлением, как все нормальные люди, или нет. Независимо от того, считаете ли вы, что Россия должна победить или проиграть. Независимо от того, как вы относитесь к территории Крыма. Считаете ли вы ее оккупированной, что по факту так, или считаете вы это исконно там какой-нибудь русской территорией, которая должна принадлежать России. Вот несмотря на все это, вы должны подумать о своей жизни. Потому что Крым – это логистический хаб России для ведения войны. Там огромное количество военных объектов и целей. По нему будут наноситься удары. Туда будут заходить ВСУ. Не прямо сейчас, скорее попозже, но тем не менее. И вы должны понимать, что находясь там, особенно как турист, да, понятно, что есть люди, которые там живут, которые жили там еще до аннексии, у них довольно мало выбора. Хотя тоже надо понимать и взвешивать риски, учитывая войну. Но вот те люди, которые приезжают туда туристами, то есть люди, у которых нет там сложности с тем, чтобы туда не ехать. Вот эти люди. Вы поймите, что будут наноситься удары, что будут гореть склады, что Россия любит размещать склады рядом с гражданскими учреждениями, как это было с одним из складов, обоих комплектов, которые были расположены рядом с больницей. Помните, когда российская сторона еще истерила, и говорила, вот в больницу тоже что-то там долетело, а потом оказалось, что просто рядом в новостройке, еще не сданном, судя по всему, доме, или уже никогда не будучи сданном, прямо располагались российские боекомплекты. Поймите, что в вашей жизни угрожает опасность. Да, обращаться к тем людям, которые вы это не поняли еще, когда по российскому аэродрому наносились удары с помощью дронов, это недалеко от САКИ, это, наверное, такое дело неблагодарное, но просто сами посмотрите на эти кадры и осознайте, что война ближе и ближе лично к вам, что если вы находитесь в Крыму, то ваш шанс погибнуть растет кратно, что дальше будет только больше, больше ударов, более разрушительные удары. Вы со всем этим столкнетесь. И нет ничего на этом свете, что могло бы каким-либо образом это перевесить. Да, Крым чудесное место. Я был там до аннексии, мы ходили туда в походы, были в Ялте, я ездил туда в детские лагеря. Крым — это прекрасное место, которое, надеюсь, будет освобождено в ближайшем будущем, которое вернется обратно в Украину уже фактически, ну, то есть будет деоккупирован. И многие люди смогут туда действительно ездить, как туристы, не опасаясь ни войны, ни российских странных законов, ни российского варья, которая понаехала туда для того, чтобы отжимать в местных их дома и их предприятия. Это все когда-нибудь обязательно будет. Но не сейчас. Сейчас Крым — это место войны. Сейчас Крым — это логистический хаб российской армии с огромным количеством военных целей. И когда, например, сбивается ракета, вы должны понимать, от нее летят осколки. Более того, иногда то, чем сбиваются ракеты, то есть система ПВО, тоже работает некорректно и прилетают куда-нибудь в какие-нибудь здания уже непосредственно. РЭП, который подавляет доведение и ракет, и дронов, может подавлять их так, что они просто будут прилетать в совершенно другие здания, не в военные объекты, в которые они целились. То есть количество угроз растет кратно. Понятно, что если вы нормальный, адекватный человек, вы и так в Крым не ездите, потому что это оккупированная территория. Но я обращаюсь и к неадекватным в том числе. Ваша жизнь под угрозой. Вы готовы за путевку на две недели погибнуть, потерять родных и близких, потерять детей? Вы готовы ехать по Крымскому мосту, который будет под атаками? Вы готовы ради того, чтобы, я не знаю что, ну то есть сэкономить денег, например, поставить на карту свою жизнь? Я уверен, что многие нет. Просто многие не до конца понимают, что уравнение именно такое. Поэтому вот сейчас август. Все забудьте в этом сезоне и в следующем сезоне, скорее всего, про Крым. Это место боевых действий. Это место военных операций. И дальше будет только хуже. Обратите на это внимание. Ну а что будет Украина делать с ударами по Крыму? Увидим ли мы еще атаки на Крымский мост? Увидим ли мы еще горящие взрывающиеся склады? Я думаю, мы узнаем в самое ближайшее время. Потому что, мне кажется, вот эта тактика логистического разрыва, мы ее прям наблюдаем в этом августе, она последовательна. И она комбинирована с тем, что происходит на линии фронта. Август и сентябрь, на мой взгляд, будут ключевыми месяцами в ближайшее время для этой войны. И мы увидим очень много всего разного, и я надеюсь, успешного для ВСУ. А с вами был Майкл Наги, и до скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok